Талия 67, а бёдра 101. Кто-то нажрал сантиметры в бёдрах, а вы мне пишите, ешь побольше, ешь побольше. Всё нормально, я бразильская девочка. Чешут меня. Так, ну что, мы сделали мне натуральные кудрёшечки. Как будто бы я где-нибудь на Бали, бриз волны орошает мои волосы, досочка я на лайнапе, но нет. Сейчас рубрика «Часто задаваемые вопросы». Итак, мой месяц и солнце, которое вы видите часто на мне, это вот страничка. Здесь оставляю чпуньк. Обожаю, обожаю. Когда приезжаю к ним, мне хочется купить всё. Я в розовом чепчике, а это значит только одно. Но я приехала к Саше Малаховой, моя девочка красивая, к моему доктору серьёзному, которая расскажет, как мне выглядеть красивой, молодой, без танца с бубнами, без суперъекций. А как мы это сделаем? Мы решим сейчас. Может быть, в интерформе? Может быть, нет. Может быть, что-то другое. В общем, следите, будьте с нами, и мы вам обязательно расскажем, что мы будем делать. Вот так. Строгая такая. Слушай, какое-то тут суперосвещение. Хорошая? Стараюсь приходить фоткаться, да? Хорошая? Холодная. Это просто лампа-то. А, точно. Да, пожалуйста, приходи, можешь жить. Я бы с удовольствием здесь пожила месяцок, когда была бы вообще богиня. Слушай, а вот ты с аппаратом делала орошу. Тебе не понравилось? Мне, знаешь, как в космос ходят отёки с ног? А, вот эта вот штука, которая мне не понравилась. Не понравилась? Я вообще, я не люблю... Кто любит вот эти вот обёртывания мокрые, когда тебе ноги, как будто бы ты мумия, обвязывают таким бинтиком? Мне не понравилось. Я уже сказала. Тут у нас целый космический отряд. Ну, вот этот Саша любимый. Ультраформер 3. Он малыш, я его люблю, потому что он делает, ну, лично моё лицо гораздо моложе, и лицо пациентов тоже. Безоперационная подтяжка лица, смаз-лифтинг. То есть можно не делать уколы, и вот делать вот этой вот штучкой, и будет счастье. Есть пациенты, которым, допустим, можно заменить инъекции на этот аппарат. Вот. Есть пациенты, в котором только инъекции. Но я за то, чтобы грамотно общаться с врачом и понимать свой тип старения, и что нужно конкретно вам. А у меня, у меня какой тип старения? Мне можно вот этим решить все вопросы? Мне можно. Сейчас мы будем думать, что мы будем делать в нашем сегодняшнем дне, потому что мы с тобой уже давно работаем, у нас уже много хороших... Ну, Хеллил, 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 Хеллил сегодня? Да. А у вас во сколько? Ну, мы положим. Мы лучше, мы лучше, мы лучше, мы лучше. Посмотрите. Да, я тогда пойду про... Что, что, что это такое? Это алмазное микродермообразие. Мы приподнимаем верхний слой туберницы, и потом будем наносить уже другие базовые сыворотки, чтобы его разрыхлить, чтобы почистить. Как называется? Это называется алмазное микродермообразие. А почему алмазное? А потому что у нас вот эта насадочка, она с алмазным напылением. Так, это второй этап, да? Да, это второй этап в хайдрофэшл. Первый этап у нас был этап микродермообразии. А можно каким-то простым языком, чтобы люди понимали, что микродермообразие... В общем, мы почистили сначала, да, первый слой. Да, мы его взрыхлили, зашлифовали неровности. Этим этапом мы уже разрыхляем. То есть здесь состав, который разрыхляет, да? У нас идет подача определенного раствора. А, я чувствую, да, такой мокрый раствор. Через определенное отверстие хайдрофэшл. И на этом этапе у нас происходит такое снятие лишнего слоя эпидермиса под воздействием этой сыгры. В общем, это альтернатива механической чистке. Да, да. Так, чтобы вы понимали, девочки, о чем речь. И третий этап с другой насадочкой. Что он делает? Мы добрались до правильного слоя эпидермиса. Сейчас подчистим поры и начнем его обняться. Конечно, плюс в том, что у вас не остается красных пятен и каких-то сильных болевых ощущений нет, потому что это просто вакуум.